Алексей, подскажите, очень гневаюсь, когда родственники своими просьбами вынуждают менять мои планы на выходные дни, как стать мягче и гибче. Спасибо. А зачем вам становится мягче и гибче? Вам надо становиться суровее и яростнее. И это четко отстаивать себя, свои границы и свои планы. Особенно на выходные дни. Борьба за свободное время, как говорил Аристотель, кто есть человек, определяет то, как он проводит свой досуг. Покушение на рабочее время еще куда не шло, но покушение на досуг — это атака в самое сердце вашей свободы, в вашей самости. У нас будет 4 мая семинар «Дисциплинарное общество-2» как раз на эту тему. Как нас общество кодирует и ломает дисциплинарное, и как раскодировать обратно, как накладывает печати и как сломает эти печати. То есть я буду говорить, вот так оно работает, вот так ломаем. А к нему будет киносеминар «Ярость», по фильму «Ярость», там, где Брэд Питт играет танкиста, который учит молодого танкиста, сопляка, попавшего на войну, ярости. Не ненависти, а ярости. В чем разница? Ненависть — это состояние, направленное на других. Это про отношения. А ярость — это то, что я переживаю. Так вот, ярости должно быть в человеке очень много, потому что дисциплинарное общество очень сильно ломает и кодирует человека через других людей, и ему нужно очень много ярости, чтобы себя отстоять. Не надо становиться мягче и гибче, вам надо быть яростной и жесткой.